День добрый, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Горячев, компания FreshForex. Сегодня у нас среда, 30 июля, и мы начинаем наш вебинар, ежедневный обзор рынка. Начнем с календаря событий. Сегодня день у нас очень насыщенный, очень богатый на макроэкономическую статистику. В 4 часа дня по Москве мы получим данные из Великобритании, и у нас будут опубликованы предварительные данные по инфляции за июль, за текущий месяц. В 16.15 мы получим уже отчеты США от АДП по занятости в частном секторе. Через 15 минут после данных от АДП мы получим тоже очень сильный макроэкономический индикатор, также из штатов по уровню ВВП за второй квартал текущего года. И завершать наш сегодняшний текущий насыщенный день будет ФРС в 10 вечера по Москве, который огласит итоги своего заседания по денежно-кредитной политике. Переходим к обзору пары евро-доллар. Сегодня, безусловно, ключевой день для участников валютного рынка Форекс. На сегодня запланировано очень много важной макростатистики, и начнем обо всем в порядку. В первой половине дня нас вновь ожидает боковая тенденция, поскольку на это время не запланирована публикация интересных отчетов, и участники рынка будут все же занимать в ожидательную позицию. С требованием американской торговой сессии мы получим предварительные данные по инфляции в Германии, и настроения участников облигационного рынка не позволяют рассчитывать сегодня на позитивные сюрпризы. Доходности 10-летних немецких бандов они падают, тестируют минимальные и минимальные значения, что указывает на тот факт, что участники рынка облигационного, они не ожидают всплеска волатильности, поскольку инфляция очень сильный индикатор для облигационного рынка, она очень сильный индикатор для валютного рынка, но вот и облигационный рынок, он более чувствительный к изменению инфляции, и здесь можно использовать облигации как опережающий индикатор, то есть настроение на облигационном рынке как опережающий индикатор усиления, либо ослабления инфляционного давления, поскольку там настроение сейчас пессимистическое, один пессимизм сплошной, доходности идут все ниже и ниже, значит участники рынка не ожидают сплеска инфляционного давления. Данный фактор негативен для единой европейской валюты, но все же больше внимания участников рынка будет приковано к отчетам из штатов по занятости от ADP, а также по ОВП за второй квартал. Необходимо отметить, что данные по занятости от ADP пока, согласно консенсус прогнозу, должны показать сокращение, тем не менее даже снижение такого показателя, оно все равно благоприятно для рынков, поскольку у нас миллиарм прогнозов 234 тысяч, то есть выше 200 тысяч это очень позитивно. Что касается ОВП штатов, то большинство опережающих индикаторов показали позитивную динамику в втором квартале, однако единственная ложка дегтя в этой бочке меда это увеличение отрицательного саля торгового баланса. И вот данный фактор не позволяет сегодня рассчитывать на выход данных гораздо лучше медиана прогнозов, то есть сегодня можно ждать выход данных на уровне медиана прогнозов 3,1% в квартальном исчислении, либо небольшие отклонения плюс-минус 0,1-0,02%. Завершать сегодня торговый день будет ФРС, но здесь, как ожидается, все будет без изменений, ФРС по-прежнему будет сокращать стимулирующую программу на 10 миллиардов долларов, и сегодня в этой связи необходимо вновь открывать короткие позиции по паре евро-доллар, позиции по тренду, тренд у нас медвежий, от уровня сопротивления. На сегодня уровень сопротивления расположен на следующих отметках 1,3417 и 1,3475. Поддержки на сегодня расположены на отметках 1,3366 и 1,3295. То есть устанавливаем лимитные ордера в нашем торговом терминале sell limit на 3,417 и 3,475, и фиксируем прибыль на отметках 1,3366 и 1,3295. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре евро-доллар. Вчера мы проводили тематический вебинар в 5 вечера по Москве, «Инвестиционные идеи Европейские медведи». Там мы более подробно, более углубленно рассмотрели пару евро-доллар как с позиции теханализа, так и с позиции фундаментального анализа. Причем фундаменту посвятили большую часть времени вебинара, и там мы сделали рекомендацию, что уже сейчас необходимо делать с парой евро-доллар. Кто не смог поприсутствовать на этом вебинаре, вы всегда можете посмотреть видеозапись, она уже доступна на нашем сайте freshforex.ru в разделе «Обучение и видеоуроки». Уважаемые коллеги, если вопросов нет или не появится, обязательно пишите их в чат, а мы переходим к следующей нашей валютной паре, это у нас пара фунт-доллар. В Великобритании уже третий торговый день подряд не порадует сегодня трейдеров интересными макроэкономическими релизами, и все внимание участников валютного рынка будет сфокусировано на Штатах. Именно здесь мы получим ключевые отчеты, в том числе именно в Штатах сегодня будет заседать Центральный банк, Федеральная резервная система, поэтому сегодня день очень важный, соответственно сегодня будет более высокая волатильность, чем мы наблюдали в понедельник и в авторник. Сегодня, безусловно, стоит ожидать всплеска волатильности по валютным парам рынка Forex. Как я уже говорил, ADP опубликует релиз по занятости в частном секторе, даже небольшое сокращение все равно благоприятной экономике, поскольку у нас есть такой ключевой уровень, уровень 200 тысяч. Вот все, что выше 200 тысяч, это позитивно. Все, что меньше 200 тысяч, это уже небольшой негатив. Если очень сильное отклонение от 200 тысяч в отрицательный область, то это большой негатив. Соответственно, все, что выше 200, позитив. Сегодня ожидается как раз именно данные выше 200, поэтому сегодня данные позитивные для доллара, с одной стороны. Что касается данных по ОВП, то здесь ожидаем на уровне медианопрогнозов с небольшими отклонениями, что тоже будет оказывать небольшую поддержку американской валюте, потому что данные очень сильные. 3,1% прироста в квартальном исчислении. То есть, есть определенный такой позитив по американскому доллару, и в этой связи можно ожидать снижения котировок пары фунт-доллар в область 69 фигуры. У нас текущая отметка по паре фунт-доллар 69.43, то есть, есть вот еще потенциал снижения пунктов на 40, на 45. Примерно 69 фигура, плюс-минус небольшие отклонения. И в этой связи наиболее разумно открывать короткие позиции на продажу британской валюты от уровня сопротивления. Первое сопротивление расположено на отметке 1.69.60, второе сопротивление на отметке 1.70.10. У нас текущая котировка 1.69.43, то есть до первого сопротивления нам еще необходимо подрасти на 17 пунктов, но это вполне возможно, поэтому ставим лимитные ордера, и, как я уже говорил, фиксируем прибыль на уровнях поддержки. Но вот в среднем между этими двумя уровнями 69.20, 68.81 можно выделить среднюю зону 69 фигуры, где как раз, наверное, нас ожидает остановка. Потому что все равно среднесрочный тренд по паре фунт-доллар, он восходящий, и, естественно, что сильные снижения, они будут привлекательны для быков, которые будут открывать позиции на покупку. Поэтому здесь тоже нужно быть достаточно осторожным, если, допустим, сравнивать две валютные пары, евро-доллар и фунт-доллар, то наиболее сильная тенденция, нисходящая, она в паре евро-доллар. Она такая устойчивая среднесрочная нисходящая тенденция. В паре фунт-доллар тенденция нисходящая краткосрочная, среднесрочная тенденция, она восходящая, тренд бычий среднесрочный и долгосрочный, поэтому здесь необходимо достаточно, скажем так, грамотно открывать короткие позиции и не ждать больших прибыли, то есть получили небольшой профит пунктов 30-40 и фиксируете его. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре фунт-доллар. Мы с вами как-то обсуждали фунт-доллар в долгосрочных перспективах, и мнения совпали, что фунту необходимо спуститься в рамках коррекции до 50% по Фибоначчи. Что, собственно, и произошло. Даже несколько ниже спустился, остановил. Следующий уровень расположен 69. Рассмотрите ли вы технический отскок вверх и, возможно, дальнейшее восходящее движение с целью выше 72? Влад, спасибо за вопрос. Да, действительно, мы с вами обсуждали. Наше мнение с вами совпали и по теханализу, и по фундаменту. Как я уже говорил, вот только что, действительно, вполне возможен отскок, потому что тренд среднесрочный он восходящий. И, как я уже говорил, сейчас недавно сильные снижения будут быки выкупать. Поэтому будьте очень осторожны. Что касается именно дня текущего, то, если, допустим, вы сейчас находитесь в сомнениях, что дальше будет происходить с парой фунт-доллар, то давайте тогда сегодня ничего не делайте, подождите, как сегодняшний день завершится. Потому что сегодня очень много статистики, волатильность будет высокая. И тогда необходимо дождаться уже решения ФРС. С одной стороны, все вроде бы разумно. Что будет делать ФРС? Это сокращать QE3 на 10 миллиардов. Но здесь нас интересуют, в первую очередь, комментарии. Комментарии по безработице, комментарии по инфляции. Как вы знаете, безработица потихонечку сокращается. Уже рядом с целевым уровнем 6%. У нас раньше ФРС в том году, в 13-м году, целевой уровень определил 6,5. Потом перенес до 6. То есть 6,5 не устраивало. Сейчас уже около 6-6, 1 безработица официальная в Штатах. Конечно, неофициальная может быть какая угода. Там может быть и 10%, и 15%. Различные эксперты, ученые, которые работают в Штатах по-разному, говорят. Кто-то говорит, что несмотря на то, что официальная безработица 6,1, реальная безработица процентов 15. Вполне возможно, но мы анализируем именно официальную статистику. Поэтому здесь статистика неофициальная. У каждого эксперта свое мнение. У всех разные подсчеты, у всех разные задачи, на разное настроение. Поэтому мы это не берем в внимание. Мы смотрим на официальные данные, а не 6,1. То есть рядом с целевым уровнем инфляция тоже находится в годовом исчислении на целевом уровне. В последние три месяца. Именно последние три месяца. Раньше она не была на целевом уровне. Поэтому Федерезерву придется как-то все это прокомментировать. С одной стороны, вроде бы напрашиваются комментарии в сторону укрепления американской валюты. С другой стороны, последний всплеск инфляции в июне, он был связан с ростом цен на нефть. Когда, вы помните, была геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, в Ираке. Террористические действия различные. Там вооруженные действия происходили. И на этом фоне мы видели резкий взлет котировок. Нефтяная составляющая в инфляции, она очень высокая. Порядка 35%. Соответственно, если нефть растет, то растет и инфляция. Сейчас в июле мы наблюдаем движение наоборот, обратную картину. То есть в июне мы видели рост нефти. Сейчас в июле снижение нефти. От того пика июньского мы упали. И упали процентов на 7. То есть инфляция, по идее, в июле уже будет меньше. Вполне возможно, что как раз на это ФРС сделает уклон. Что, смотрите, инфляция разгонялась под действием нефти. Нефтяных цен, ралли на нефтяном рынке краткосрочном. Сейчас у нас ралли нет на рынке. И поэтому инфляция вернется опять ниже 2%. И поэтому не будем спешить. Поэтому здесь необходимо дождаться уже действия ФРС. Комментарии руководства ФРС. И там уже принимать решение. Поэтому более полная картина, она уже будет видна завтра. Или возможно даже в пятницу. Сейчас пока мы немного снижаемся. Но вот что касается дальнейших событий. То есть здесь большой вопрос. Мы либо возможно дальше упадем. Либо пойдем наверх, как вы правильно заметили, на тестировании 72 фигуры. Поэтому в паре евро-доллар здесь более ярко выраженная тенденция вниз. Здесь уже у нас, как я говорил, краткосрочный мы падаем. А среднесрочный мы растем. Поэтому пока что получается у нас нейтральный фон. Поэтому лучше, наверное, подождать с открытием длинных позиций. И подождать уже подтверждающих сигналов. А там поживем и увидим. Заседание ФРС сильно может повлиять на данную валютную пару. На данную пару вы имеете ввиду на пару фон-доллар. Безусловно может повлиять. Потому что в этой паре есть у нас британская валюта. С одной стороны, скажем так, слева. А справа у нас доллар. Поэтому ФРС влияет на доллар. Естественно, сильно повлияет. ФРС очень сильно влияет на все финансовые рынки. Не только думайте, что ФРС влияет на доллар. Потому что ФРС влияет на все. Если вы торгуете металлами, ФРС влияет на металлы. Если вы торгуете, допустим, фондовыми контрактами. На фондовые индексы, на корпоративные бумаги. То тоже ФРС на это влияет. ФРС влияет на валютный рынок. То есть ФРС это банк центральный номер один в мире. Поэтому он влияет на все. И поэтому сегодня день очень важный. ФРС может задать направление на некоторое время. На один-два месяца. Поэтому внимательно следим за комментариями. Переходим к следующей нашей валютной паре. Это у нас пара доллар-японская и иена. Несмотря на рост котировок пары доллар-иена в последние дни, которые мы наблюдаем, сейчас открывает длинные позиции. Достаточно рискованно, достаточно опасно. Потому что японский фондовый рынок, он выглядит крокосрочно перекупленным. И назрева техническая коррекция. Как раз именно тенденция позитивной на японском фондовом рынке. Если вы обратите внимание на фьючерсный контракт Nikkei 225, то там мы наблюдали очень хороший рост. Рост выше сильного уровня сопротивления. И именно данный фактор он и поддерживал спрос на пару доллар-иена. В первую очередь. Во вторую очередь позитивные данные по штату. Вчера мы получили очень хороший отчет в конференц-сбор. Потребительская уверенность выросла до уровня 99%, почти 91%. Что является максимальным значением с октября 2007 года. Как раз, если вы помните, у нас в 2007-2008 году был финансовый кризис. Вот тогда уже мы установили максимальное значение по потребительской уверенности в конференц-сбор. В октябре 2007 года. И потом тенденция пошла вниз. То есть, потребители чувствовали себя все хуже и хуже. И вот вчера мы показали рост. Причем рост за практически максимальные 7 лет. Уже практически 7 лет. В октябре будет 7 лет, скажем так. Что говорит нам о том, что экономика работает, экономика восстанавливается. Вчера как раз мы на нашем вебинаре «Инвестиционный европейский медведь» как раз рассказывали, что американская экономика, в отличие от европейской экономики, работает, восстанавливается и показывает хорошие результаты. Поэтому, если посмотреть также на американский рынок акций, то там тоже назрела техническая коррекция. Причем назрела давно. Вчера мы наблюдали слабость на фондовом рынке. Рынок падал. Рынок сокращался. И поэтому два этих фактора, они указывают на то, что будет некоторый технический отскок вниз по фондовым площадкам, как в Штатах, так и в Японии. Что также потянет за собой вниз пару доллар-иена, которая сейчас также краткосрочно перекуплена. Поэтому сейчас входить в данную валютную пару достаточно опасно. И, на мой взгляд, наиболее эффективно все-таки торговать другие инструменты, где можно входить с гораздо меньшим риском. У нас пара доллар-иена по-прежнему торгуется в среднесрочном диапазоне 180-102.79. Текущая котировка 120-14. И по правилам теханализа необходимо торговать от границ диапазона. Сейчас мы находимся чуть выше середины границы диапазона. Поэтому сейчас пока нет таких хороших точек входа, чтобы был сбалансированный риск и очень хороший доход. Здесь можно войти с одной стороны в длинную позицию, потому что доллар укрепляется. Если посмотреть на долларовый индекс, вроде бы все хорошо. Но, тем не менее, сейчас именно пара перекуплена. И необходимо все же дождаться уровней пониже. И там можно открывать длинные позиции. Уровни поддержки на сегодня по паре доллар-иена 101.93-101.78. В сопротивлении 102.26-102.79. Поскольку у нас краткосрочный тренд, он такой восходящий по паре доллар-иена, с одной стороны. С другой стороны, индекс доллара укрепляется. То есть доллар укрепляется против основных своих конкурентов. То в этой связи наиболее разумно в паре доллар-иена открывать позиции на покупку. Длинные позиции. Но текущие котировки, они очень высокие. Наиболее разумность уже открывать позиции на покупку, как минимум, на второй поддержке. Вторая поддержка 101.78. А еще лучше, чтобы цена еще ниже опустилась. То есть прошла у нас эта коррекция по паре доллар-иена. После чего можно уже будет вновь заходить в данную валютную пару. Поэтому как минимум 101.78. А еще даже лучше уровни 101.60 и 101.42. Все же лично я бы заходил на отметки 101.60. Дождался еще коррекции пониже. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по парам. Евро-доллар, фунт-доллар, доллар-японская иена. Вот здесь также Игорь пишет по рублю. Игорь, вы знаете, я посмотрел рублевые пары так беглым взглядом. Сейчас, что, на мой взгляд, в паре доллар-рубль. Если ждать укрепления рубля, то его не стоит ждать в ближайшее время. Все же, мне кажется, мы еще пойдем повыше по этой валютной паре. То же самое. Мы можем пойти повыше по паре евро-рубль. Но вот в паре евро-рубль мы находимся на уровне 48 с копейками. Вот отметка 49. Она достаточно такая интересная для открытия позиции на продажу. То есть на укрепление рубля. Это связано с тем, что Российский банк в пятницу повысил ставку ключевую до 8%. То есть ужесточение денежно-кредитной политики на полпроцента сразу. Что само по себе позитивно для валюты. Приток капитала в страну. Она символизирует данная мера. И также она ограничивает предложение денег в экономике. То есть рублей в экономике меньше. Соответственно, есть спрос на рубли с одной стороны. То есть позитив от Российского банка и негатив от Европейского. Здесь ставки низкие. Плюс витают слухи ОКУЕ. Соответственно, данная валютная пара. Рост котировок на отметку 49 рублей за евро или даже выше. Наиболее разумна для открытия коротких позиций. Что касается именно пары доллар-рубль. То здесь я бы не ждал укрепления российской валюты в ближайшей краткосрочной перспективе. Пока Россия ответные санкции не ведет. Один в ноль в пользу штатов. Но вы знаете, ответные санкции Россия вводить не будет. Здесь все взаимосвязано. Здесь очень много бизнеса. И поэтому, скажем так, зачем России терять бизнес? Конечно, какие-то санкции возможны. Но я бы не назвал даже вот эти санкции, которые штаты ввели. Они очень такие сильные. То есть там тоже такая выборочная политика. Если, допустим, бизнес очень сильный между штатами России, то это не затрагивает санкции. Если такой бизнес средненький и можно здесь делать укол, то этот укол реализуют. Поэтому необходимо понимать, что экономика глобализирована. Все друг с другом взаимосвязаны. И не стоит на это рассчитывать, что вот прямо сейчас очень много будет санкций. И что, допустим, Америка отделится, будет сама по себе. И Россия также будет сама по себе. Вот, допустим, Россия поставит не Китайскую стену Великую, а Великую Российскую стену. И тогда от всех оградится. И будь что, она сама по себе здесь жить, она не сможет этого сделать. Поэтому это все больше такая политика, чем экономика. Есть, конечно, некоторые определенные негативные эффекты. Но, тем не менее, все равно эти санкции, они больше политические. Потому что Россия, в первую очередь, интересна Западу как сырьевой придаток. То есть, это может не нравиться, это может нравиться кому-то. Но это факт, что Россия мало чего производит интересного для Запада, кроме сырья. То есть, наши товары там никому не нужны. Там своих очень много товаров, и они очень хорошего качества. Кому нужны, допустим, наши российские машины, ВАЗовские, которые 3 года отъездят и сломаются. Никому они там не нужны. У нас в России, наоборот, очень много иномарок. Это такой утрированный пример, но он такой очень яркий, очень показательный. Поэтому в России интересно, в первую очередь, как сырьевая колония. Это нефть и газ, это различные другие металлы. Никель, медь, алюминий, которых очень много. И, естественно, что без сырьевых товаров, западный мир, в первую очередь, Европа, они не смогут. Конечно, они говорят о том, что мы в уровне можем отказаться, можем сократить ваши поставки, можем у вас меньше покупать. Но на самом деле, это процесс такой очень длительный. Конечно, европейцы могут как-то это, скажем так, сделать, чтобы меньше зависеть от импорта российского нефти и газа других металлов. Но на это уйдет годы. Не один год, не два, а лет, наверное, пять или десять. А мы живем в текущее время, у нас 30 июля, соответственно, ресурсы-то нужны, и газ, и нефть, поэтому никуда ты России не денешься. Россия тоже зависит от своих западных партнеров. Очень много продовольствия поступает из-за границы. Больше половины продовольствия, именно того, что мы едим, оно поступает из-за границы. Поэтому тоже Россия не сможет без Запада. Если сейчас все это перекроет, тогда что мы есть будем, собственно говоря. Очень много различных товаров долгосрочного пользования мы получаем из Запада. У нас очень много, смотрите, бытовой техники иностранной, автомобилей иностранных, оборудования. Оборудование, которое находится на наших нефтяных и газовых месторождениях, оно в первую очередь иностранное в большей степени. Если нам они перестанут давать оборудование, то мы не сможем также добывать эту нефть и газ нашу. В общем, все взаимосвязано, поэтому это политика в первую очередь. Не стоит думать, что именно это экономика, это в первую очередь политика. Вчера новости о новом пакете санкций и падение постигнуло доллар-рубль вверх. С другой стороны, МФБ показывает импульс вверх. На мой взгляд, еще подрастем до 36.50, а дальше, скорее всего, вниз. Да, мы по идее должны подрасти, там рубль загонят опять вниз. То есть пару доллар-рубль, допустим, наверх, пару евро-рубль наверх. После чего все вспомнят о том, что Центральный банк-то недавно совсем опять ставки-то повысил. То есть политика-то ужесточения, денег дешевых мало, деньги дорогие, надо бы рубль покупать. То есть сначала спекулятивно вверх, потом спекулятивно погонят вниз. Такая тенденция была у нас и весной, с март по май. Сначала спекулятивно гнали вверх, Центральный банк ставки поднял, все равно спекулятивно гнали вверх. На это глаза закрыли, потом вспомнили. Ставки-то подняли, значит рубль будет расти. Сразу спекулятивно погнали вниз. Примерно то же самое будет и сейчас. Какие точно уровни, пока неизвестно, поживем и увидим. Спекулянты могут разогнать как можно выше вверх, а оттуда мы пойдем резко так же вниз. Поэтому сейчас данные валютные пары спекулятивные, поэтому здесь необходимо ждаться именно экстремальных значений. То есть как можно выше заговор котировки, там уже можно открывать позиции на продажу. Уважаемые коллеги, завтра в четверг мы проведем два вебинара. Первый по традиции в 10.30 по Москве ежедневный обзор валютного рынка, где рассмотрим текущую ситуацию на рынке. И второй вебинар тематический в 5 вечера, мы его проводим по традиции по четвергам. Вебинар называется «Как заработать на carry trade». Я расскажу вам, что такое carry trade и как это можно использовать для торговли на валютном рынке Forex. Все эти вопросы мы рассмотрим завтра в 5 вечера. Сегодня желаю всем успешной торговли. Сегодня день очень насыщенный, день будет очень волатильный, поэтому будьте очень осторожны сегодня. Никуда не торопитесь, делайте все обдуманно и извешенно. Желаю сегодня всем успехов и приглашаю вас на наши вебинары. До новых встреч!